Показываю себя без маски, без фильтров, чтобы вы могли оценить, как выглядит мое лицо. Вот так выглядит, собственно говоря, мой овал лица, потому что я практически каждый раз, когда наношу на него косметику, использую тот самый лимфодренажный легкий массажик, о котором я вам говорила. Сейчас я покажу вам его еще раз. Есть такой момент, что для этого лимфодренажного массажа ежедневного не обязательно использовать крема, можно использовать и жидкие средства, например, сыворотку мою любимую. Сейчас я ее нанесу и покажу вам, как делать тот самый лимфодренажный массажик для того, чтобы овал лица сохранился надолго. Как раз, хоп, хоп, и пальчиками вот так вот аккуратненько уводим все лишнюю водичку в сторону к ушам и в другую сторону. Ну, такие делаем штучки, такие вот рогатинки. И в другую сторону не обязательно для этого массажа, чтобы у вас под рукой был специальный какой-то механизм. Вот так вот делаем, в ушки уводим и спускаем в шею. Тут у нас тоже находятся лимфоузлы в ключичной зоне. Спускаем можно даже вот так вот аккуратненько и потом уводим в подмышку. В подмышке тоже у нас находятся лимфатические узлы. Просто если вы будете делать такие движения, также можно вот эту зону прорабатывать. Мне просто с ногтями сейчас неудобно это делать, но в любом случае правильные движения по массажным линиям улучшат ваше состояние кожи и состояние лица. У меня сыворотка с ретинолом и витамином С. Я уже как-то вам о ней рассказывала, заказываю уже, кстати, второй раз. И представляете, за месяц использования я заметила очень хорошие результаты. То есть ушли какие-то микроморщинки, кожа стала такая, знаете, как будто более напитанная. И ретинол, видите, по сути, он борется с признаками старения за счет того, что он усиливает выработку коллагена. Поэтому продукты с ретинолом очень классные. Но обязательно нужно защищать кожу от солнца, от агрессивного солнца. Максимальная защита, если вы используете косметику с ретинольчиком. Запомните.